ОВАД для гордости ВМФ модернизирует малые ракетные корабли. 29 апреля 2019 года известия РУ. ОВАД для гордости ВМФ модернизирует малые ракетные корабли. Источник изображения, фото, известия, Александр Казаков. Военно-морской флот принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей, МРК, ОВАД, рассказали известиям в главкомате ВМФ. В ходе работ на МРК заменит двигатели, радиоэлектронику и установит современное вооружение. Формальные МРК — это корабли прибрежной зоны, но раньше они успешно ходили даже в Средиземное и Южно-Китайское моря. Обновленные и перевооруженные ОВАДы смогут наносить ракетные удары по вероятному противнику не хуже, чем эсминцы или фрегаты. Военно-морской флот принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей, МРК, ОВАД, рассказали известиям в главкомате ВМФ. В ходе работ на МРК заменит двигатели, радиоэлектронику и установит современное вооружение. Формальные МРК — это корабли прибрежной зоны, но раньше они успешно ходили даже в Средиземное и Южно-Китайское моря. Обновленные и перевооруженные ОВАДы смогут наносить ракетные удары по вероятному противнику не хуже, чем эсминцы или фрегаты. Ремонт по полной. Модернизация проекта 12341 ОВАД затронет практически все ключевые системы корабля, пояснили в главкомате ВМФ. На МРК установят современные средства управления огнем, радиолокационные станции, систему связи, более эффективное вооружение, а также более экономичные и мощные дизельные двигатели. ОВАДы, прошедшие модернизацию, будут перевооружаться ракетами Х-35. Это дозвуковые маловысотные боеприпасы с активным самонаведением, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью, рассказал известиям источников Минобороны. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 260 километров. Справка известий. Сейчас в состав ВМФ входит 12 малых ракетных кораблей проекта 12341 ОВАД. На Балтийском флоте они сведены в 36-ю бригаду ракетных катеров, в составе которой числятся МРК «Зип», «Гейзер», «Пасад» и «Ливень». В 41-й бригаде Черноморского флота «Мираж» и «Штиль». На Северном флоте в 7-й бригаде охраны водного района «ОВР» несут службу «Айсберг» и «Рассвет». На Тихоокеанском флоте «ОВАД» сведены в 114-ю ОВ. Там собраны смерть, иней, мороз и разлив. Имеющиеся корабли вошли в состав флота в период с 1986 по 1992 год, за исключением «Штиля» и «Айсберга», построенных раньше в конце 1970-х. Работы по модернизации овадов уже начались. В апреле этого года на Кингисепском машиностроительном заводе был завершен ремонт отцека главного двигателя «МРК «Рассвет». В конце 2018 года там же привели в порядок двигатели «Айсберга» и «Гейзера». На Камчатке сейчас ремонтируется «МРК «Смерч». МРК «Айсберга» Балтийского флота, долгое время бывший неходовым, ждет капитальный ремонт главного двигателя на 33-м судоремонтном заводе «Эффективные внутри». Модернизированные оводы серьезно повысят боеспособность флота, считает бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. «МРК «Хороши» для использования во внутренних морях и прибрежной зоне», рассказал известием Валентин Селиванов. СССР одно время одержал оводы в Средиземном море в Тартусе и Табруке. Задача таких кораблей действия из засады. При возникновении опасности они должны были рассредоточиться и ждать команды о начале атаки или тут же выскочить с базы и нанести удар по целям ракетами. Появление современного и эффективного ракетного вооружения только усилит по-хорошему злые и эффективные оводы. Удар на короткой дистанции таких кораблей будет гарантированно точным. После модернизации корабли смогут прослужить еще лет 10. В 1980-е годы оводы, находящиеся в восточной части Средиземного моря, были головной болью 6-го флота США, отвечавшего за этот театр военных действий. Отследить перемещение МРК на прибрежном театре военных действий дело сложное. Их непредсказуемые действия вызывали у американских адмиралов серьезную озабоченность. Технические возвращения оводов в Средиземноморье стало возможно после подписания с Сирией договора о длительной аренде порта Тартус, отметил адмирал Селиванов. Малые ракетные корабли проекта 12341 были созданы в 1960-х. Судостроители должны были дать флоту недорогие, компактные, но в то же время быстрые корабли. Заказ на разработку получило Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» из Ленинграда. Проекту присвоили шифровод. На флоте его название быстро превратилось в разговорное обозначение всех кораблей и этого проекта оно прекрасно характеризовало небольшой, но кусачий МРК. В корпусе корабля водоизмещением около 700 Т удалось разместить полновесный комплект вооружения. У ОВД при длине 57 метров и ширине 12 метров получили две пусковые установки для шести противокорабельных ракет «Малахит», радиолокационный комплекс с целью указания «Титанит», средства радиоэлектронной борьбы, зенитный ракетный комплекс «АСАЭМ» и одну артиллерийскую установку АК-176 калибром 76 мм, или две АК-725 калибром 57 мм. А на отдельные модификации устанавливали установки АК-630М калибром 30 мм. Корабль получил три дизельных двигателя, каждая мощностью 1000 АЛС, что позволило развивать скорость до 35 узлов в час. Первоначальные МРК хотели отнести к классу катеров, но головнокомандующий ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков специально утвердил для него новый класс «Малый ракетный корабль». При спуске первого овода на воду головком сказал фразу, ставшую знаменитой, «Этий МРК пистолету виска империализма». В странах НАТО оводы приписали к корветам. Вдвое мощнее. Оводы до сих пор считаются кораблями, которые способны вести эффективную борьбу с боевыми кораблями и судами обеспечения в Ближней океанской зоне. Российские оводы получили боевое крещение во время войны с Тбилиси. МРК «Мираж» 10 августа 2008 года потопил быстроходный катер грузинских ВМС. Сдавать ОВД на иголки рану. Моряки всегда любили этот корабль за огневую мощь и надежность, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. Для ВМС «Элжира» на российских верфях были модернизированы три таких МРК, рассказал известием Дмитрий Болтенков. Они получили обновленную электронику и двигатели, а также были переоснащены противокорабельными ракетами Ха-35. Этот опыт пригодится и в дальнейшем. После модернизации отечественные ОВД могут получить четыре пусковые установки, каждая из которых способна разом выпустить четыре ракеты. Это увеличило залп корабля с шести до шестнадцати боеприпасов. Залп двух кораблей 32 ракетами по своей мощи будет примерно равен дивизиону берегового ракетного комплекса БАЛ. В результате модернизации боевая мощь ОВД вырастет примерно в два с половиной раза. Теоретически на МРК могут быть установлены противокорабельные ракеты «Оникс». В 1982 году был разработан и построен один овод проекта 1234.7 для испытания этих ракет. Всего было построено 47 оводов всех проектов, включая экспортные модификации. Корабли состояли на вооружении не только ВМФ России. Их закупали Алжир, Ливия и Индия. Право на данный материал принадлежат известиям. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.